Итак, друзья, мы сегодня поехали наконец-то покупать интересный материал за окнами, за окнами, за окнами в крышу, дырочки готовы, теперь нужно туда вставить окна и надеяться, что они подойдут. Поедем за окнами мы в магазин Брика Депо, там есть аналоги Велюксов, это не сами Велюксы, но что-то похожее, по качеству весьма неплохо, мы такие уже покупали, когда делали крышу здесь у себя в старом доме. Года три они уже у нас стоят и как бы все окей, поэтому поедем туда, там за 189 евро можно купить окно уже вместе с окладом, с утеплителем. А цена на Велюкс какая? Ну, она чутка кусается, да? Ну, Велюкс, по-моему, без оклада стартует там что-то от 250 евро и там уже в зависимости от фурнитуры он там и до 1000 может доходить. У нас ближайший Брика Депо находится в Реймсе, это где-то, наверное, минут 45 езды. Дети у нас сегодня в школе, едем вот с одним пассажиром только. Пассажир, скорее всего, сейчас уснет, так что поехали. Ну, как мы машину отремонтировали? Да, машина у нас теперь вообще как новая едет. Как новая, ни одной ошибки, да, у нее там есть? Кто-то про пробег спрашивал, адский пробег у нас, 335 тысяч километров. Вот такой пробег. Да, а говорят машины ненадежные, 335 тысяч, ничего себе, понятное дело, что иногда приходится что-то поменять, подремонтировать. Вообще, конечно, непонятно, что в эпоху этой электронной торговли мы не можем зайти и купить эти окна по интернету. Почему-то именно вот доставку именно вот этих окон в крыше не делают. Но хорошо, хоть у нас хорошая прямая дорога до этого магазина, можно, в принципе, быстро съездить. Это ты куда, Акселя, собираешься садить? Вот в какую тележку? Вот в эту? Или вот в эту? Или в какую? Я не наблюдаю тут тележек для Акселя. По-другому так не получится. По-другому тоже не получится, потому что Аксель не будет ходить по магазину. Потому что по магазину ходит либо Аксель, либо мы. Остается, чтобы найти то, что нам нужно. Что искать? Всякие штучки есть. Провода, раковины, вытяжки. Тебе интересно, сыночек? Сейчас будем покупать окна. Ну ничего себе. Ничегошечки себе. Нет, это пока не для нашего бюджета. Поехали. Нравится? Вот так котеля, котеля, котеля. Так что, вот такое нам надо? Вот это не Велюкс. Что это? Такое нам надо или нет? Нет, это не 78, а 54, это не то. Нашел? Где? Вот. Вот. 179 евро. 98 на 78. Окей. Аналогичное окно у Велюкса стоит 317 евро. Маленькое окно у нас. Надо, чтобы достали. Высоко расположено. Маленький монстр. Вообще ничего не дает снимать. Это все или нет? А что еще нужно? Ты то есть реально считаешь, что это войдет к нам в машину и мы еще туда сядем с Окселем, да? Нулечка, прицепом на телеге поедем. Я, честно говоря, не понимаю, зачем мы ехали. Наверное, чтобы нашему папе было не скучно, да? Ну, просто если бы мы не ехали, вот этого бы не надо было делать. Надо еще потом за тремя окнами ехать, да там уже сам поедешь. Зато так и злее. Не ехать всего ничего. Надо только не сильно быстро ехать теперь. Снаряжаемся, лезть на крышу. Сегодня мы будем работать в полном амбундировании. Это у нас с тобой маленькое окно, да, над лестницей. Что-то так там тихо бубнишься под ног. Ну, маленькое окно над лестницей. Нормально? Ну. Я тебе еще и спела. Так. Вот, мы его сейчас сделаем. И можно будет пробовать сплять пленку на эту сторону крыши, да? Мы вообще по плану сегодня полностью обтянуть весь дом, потому что завтра начнется дождь. Так как мы купили окна, они оказались еще шире, чем мы думали. Придется нам еще чуть-чуть все расширить. Наши стропила. Привет. Страхуйся, а то опять тебе дизлайк поставят, что ты без страховки лазишь. Пристегиваемся. Самое интересное, что мы, когда покупали окна, мы заранее посмотрели размер. Размер был указан 54, но мы сделали на сантиметр больше, сделали 55. Купили окно, распаковали, меряем рулеткой 61. Ну, зачем писать 54, если там реально 61? Они, получается, то ли считают окно без вот этого утеплителя, который вокруг. В общем, странная история. Пришлось нам опять все раздвигать, все наши стропила. Стропила мы раздвинули. Сейчас будем пробовать натягивать пленку. Хотим как можно быстрее все натянуть, потому что начинаются дожди. Пока у нас дом сухой, хочется, чтобы он не сильно вымок. Так, чтобы начертить ровную линию, мы будем использовать вот такая штука. Туда насыпается синяя пудра. И потом мы нитку будем оттягивать, стрелять, так сказать. И у нас будет ровная синяя линия по всей крыше. И будем видеть, как нам стелить нашу пленку. Ну и потом так же самое мы будем и обрешетку тоже делать. Слоник нарисован. Слоник прикольно, мне тоже понравился. Конечно. Было бы удобнее это все делать с лесов. Первый ряд мы натянули и поняли, что, наверное, все-таки лучше спуститься на первый этаж, растянуть ее по полу во дворе. Можно отмерить сначала 11 метров и потом скрутить ее обратно в небольшой рулончик, чем бегать с вот этим длинным рулоном. Длинным и тяжелым. Да, не совсем удобно. А выше тяжелее будет. Вот так. Держи. Брешетку придерживая пальцами. Будем прикручивать пока только снизу, чтобы потом можно было подсунуть следующий лист. Мы натянули пленку на эту сторону крыши. Очень сильно хотели снять этот процесс, но, как оказалось, это не так-то просто. Это, знаете, как акробат под куполом цирка. Вот это вот ходишь там. На самом деле мы думали, что натянуть пленку будет, ну, вот таким самым простым, что мы за день-два придем, вот это все натянем и все будет классно. А нет. Не удалось это сделать. Не удалось, вернее, это сделать быстро. Удалось сделать, натянуть крышу, но оказывается не быстро, оказывается не так просто. Сначала было непонятно, как прибивать рейки, потом непонятно, как подсовывать под эти рейки пленку, а потом вообще стало непонятно, как вот туда наверх залезть. Мы всяко-разно пробовали, и так рейки прибивали, и маленькие, и короткие. Потом мы поняли, что лучше всего прибить длинные рейки и по ним ходить, как бы временная. Такую лестницу сделать для себя. Ну и за 4 дня, в принципе, мы зашили одну сторону крыши. Сейчас мы же на опыте, мы думаем, что дня за два зашьем вот эту сторону крыши. И, в принципе, все будет уже сухо, и будем думать, что мы уже в готовом доме под крышей, уже приятнее будет. Сегодня, перед тем, как начать набивать вторую сторону, мы чуть-чуть разметим нашу черепицу, чтобы посмотреть, как она придет в наш водосток. Нам уже привезли черепицу, в принципе, почти все привезли, кроме коньков, так сказать, черепиц. И сейчас мы набьем несколько реек, чтобы посмотреть, как наша черепица ляжет. Потом раскинем ее размер до самого верха, еще раз все проверим, чтобы мы пришли туда, куда надо. Ну и после этого начнем затягивать дальше пленкой, все. Моделируем ситуацию, как это у нас примерно вообще все будет. Вот эта черепица у нас должна быть под углом 90 градусов. Она там так сделана, что она как бы чуть-чуть конусом, потому что, чтобы одеваться, чтобы дальше одевалась одна на одну. Поэтому первую надо выставить по углу. Ну, получается что-то типа вот такого. По инструкции написано, что наша черепица должна капать в центр водостока. Ну, где-то так оно, наверное, и будет. В шаг у нас получается черепица 25,5 сантиметров. А точно надо пленку? Смотри, как хорошо получилось. Да, вот это намного приятнее делать, чем ложить пленку. Мне кажется, за это время, чтобы мы пленку стилили, можно было пол крыши черепицы настелить. Ну, ты пока стоишь там на твердой земле, ты так говоришь. Не, ну, может быть, но все равно работа по укладке черепицы такая довольно приятная штука. Давай я буду резать пленку, а ты готовься. Вот, сейчас просто мы разметили центра наших будущих реек об решетке. Хорошо, что двор большой, и можно легко раскатать 11 метров пленки без всяких складочек. Сейчас раскатаю всю пленку на всю крышу оставшуюся, чтобы потом на это ни время не тратить, ни силы, а еще может пойти дождь. И вообще ерунда получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мы все померили. И сейчас уже можно со спокойной совестью и со спокойной душой набивать пленку, зная, что черепица будет лежать в аккурат, да? Да, мы все померили. Получается, у нас шаг каждой досочки на об решетке должен быть 25,5, и мы приходим наверху ровно туда, куда нам надо. А зачем мы сейчас это все делали? Потому что потом, когда мы натянем пленку, мы уже так легко не можем туда вылезти, тоже надо будет как бы с той стороны залазить. Поэтому мы решили перед тем, как все натянуть, все правильно померить. А теперь натягиваем пленку, это скучно, неинтересно. И может быть, даже не будем снимать. Да, но надо делать. Как ты там в окошке? Начинаем монтаж пленки. Самое главное это привязаться и сходить в туалет. Потому что когда ты сюда только вылезешь, начинаешь работать, захотелось в туалет. Это прям ужас, как неохота раздеваться, идти вот это все снимать. Давай пленку и погнали. Вот самый первый ряд цеплять, это вообще супер неудобно. Если дальше мы потом пойдем по брешетке, еще как бы более-менее, то вот первый ряд, когда ты ходишь под этому мурлату, тут же его застегиваешь. Ветер, конечно, вообще мешает сильно. Ты говорила, это будет интересно делать крышу. Меня вот зачем обманул. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мы сделали больше, чем мы делали с тобой в предыдущие разы. За один день мы сегодня сделали аж два листа. Почти, почти готово. Почти от дождя закрылись. Конечно, если бы еще два накрыть сегодня, но сил уже нет. Да, к сожалению, сил хватает исключительно на часа четыре работы в таком режиме. Но в принципе мы довольны. Мы первый раз делаем. Мне кажется, у нас получается очень даже неплохо. Ты как там, Человек-паук? Хорошо тебе? Да. Надо, чтобы ты забрала шуруповерт. Сейчас заберу. На сегодня все. В следующий раз мы встретимся, когда у нас будет уже полностью натянута крыша. И может быть набитая брешетка. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok